Слушайте, прикольный! И понятно, что у людей просто нет времени заниматься особо сильно. Авторы прям на 100% вдохновлялись игрой The Bannick of Isaac. Ну, перенесли это в трехмерный мир и добавили, ну, даже не знаю, немножко от Diablo 3. Ну, вообще просто от Diablo. Почему именно третий? Давайте посмотрим, как это все выглядит. Лайрвуд Вейл. Итак, мы появляемся в каких-то развалинах и с нами летает огонек, который, говорит, на китайском. В принципе, так раньше и было. Здесь, возможно, какая-то вот история немножко рассказывать. Ну, если честно, эта игра не про историю, мне все-таки кажется больше. Хотя, почему бы и нет, если есть интересующиеся. Можно, я думаю. Так, вот у нас целый тут... Так, 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 experience, spacebar. Так, все понятно. Все, что было, так и осталось. Есть в игре в инвентарь. Здесь можно какие-то вещи одевать. Также система статов. То есть мы с вами еще все это будем смотреть. То есть каждый стат что-то дает определенное. Карту можно переместить на манер Diablo, чтобы под вами прям рисовалось. Но, наверное, для начала хватит. Сейчас я бегу, собираю, я так понимаю, шарики с экспой. Видите, экспой растет. Хотя я никого не убиваю. Здесь за, кстати, каждый уровень, который вы получаете, да, экспой растет для того, чтобы поднимать вам уровни, вы получаете статы, которые вкладываете... Ну, то есть те статы, которые я показал в инвентаре, да, что это было сейчас... Вы их прокачиваете. Ну, соответственно, какие-то получаете клюшки с этого. То есть что, еще один уровень взял? Я молодец, а. Так, шаманы, шаманы. Тотемы шаманские. Ой, и попал. Кстати, вот у меня на правую кнопку какой-то предмет есть, если честно. Я не понимаю, что он делает. Так, это Soul Heart я подобрал. То есть это как в Айзеке, да, берешь его, и он поверх твоей жизни. Spirit Heart он здесь называется. Ух ты же, ловушка, ты смотри. Да, статы. Что у нас тут есть? Fortitude, increase resistance to physical damage. Piercing chance, multiple piercing. Интеллект увеличивает дамаг. Ну, давайте, наверное, интеллект прокачаем. Посмотрим, сильно ли он увеличивает дамаг нам. Базовый дамаг на 10% увеличен сразу. Неплохо. Resistance маленький. Ага, и радиус нашего выстрела на 20%. Увеличился сразу. Не сильно заметно, но ладно, хорошо. Возможно, кстати, это стартовые какие-то вещи, которые... Я прокачал, а до этого и было, это 10, возможно. То есть я же не посмотрел, с какого значения я стартовал, а все это дело. Ну, ладно, ну, сейчас разберемся. Сейчас еще раз в интеллект вкачаемся. Изучим этот вопрос. Так, зашли. Опять шаманы, конечно же. В принципе, как и в Альзике, здесь есть комната с сокровищами. Есть комната секретная. Есть комната с боссом. То есть, чтобы перейти нас еще нужно убить босса. То есть все то же самое. Как видите, есть ключи. Бомб только нету. Но есть ключи, есть деньги. Деньги, я так понимаю, нужно тратить в магазине. Насколько я помню, магазин здесь есть. Кажется, я его находил. Как раньше играл. Так, еще один тотем. Кстати, сложность я поставил на норму. То есть, мы сейчас играем с вами на каком-то усредненном значении. Давайте проверим. Ну и действительно увеличивается все. Повреждения там увеличиваются базовые. Правда, не понятно, что такое базовые повреждения. Так, а вот смотрите, там какая-то S. Возможно, это секретка. А почему она открыта, кстати? Чтобы открыть секретки, нужно использовать вот эти вот свечки. То есть, чего у Айзеки нету. Там бомбами открываются, а здесь свечками. А свечка, она как бы изменяет мир. Подсвечивает все спрятанное в этом мире. Как тут написано, в принципе, в описании этой свечи. Здесь собачка. На, сколько собак. Походи, вот какая-то крутая собака. Смотрите, я еле убиваю. И вон. Нет, и смотри, я как-то ошеломил ее даже своим выстрелом. Сейчас я экспу здесь наберу, конечно, адские количества. Нужно больше. О, это какая-то уникальная собака, вот смотрите. Так, ну я думаю, опять-таки надо брать интерес. Будем растить повреждения. Хотя, возможно, какой-нибудь Агилити. От Агилити зависит все, что связано с критом, что связано со скоростью передвижения. Не понимаю, я ману, что ли, собираю какую-то? Так, вот, смотрите, вот такой вот проход... Опа, на, пустой сундук. Да, говорит, пустой сундук. Походи, дело, кто-то здесь что-то собрал уже. Понятно. Возможно, мне просто показали, что вот, смотри, есть такая возможность находить секретки. То есть это, может быть, первый уровень, как полуобучение какое-то, что ли, идет. Так, ладно, идем дальше. Мы еще с вами не нашли комнату, в которой нам дадут артефакт. И босса мы еще не нашли. Возможно, магазин есть, без понятия. Тотем. Что, один тотем и все? Я, если честно, не знаю, сколько возможно секреток на одном уровне. Так, полечились. Ух ты, какой-то мега-шаман, что ли, синенький, смотрите. Так, кто волк там вызвал спиритического? Ой, кусается. Что-то я чувствую, как-то это плохо с повреждениями, не? Давай, гаси. Так, вот здесь какая-то вещь, что удобно, что подсвечивается вообще, что и где. Блин, ловушка. Ловушка наступила. Вот там я, кстати, деньги забыл. Ну, я думаю, еще сходим в ту сторону, посмотрим, что там есть. Оптимизация, конечно, игры еще никакая, потому что на моей видюхе, которая, в принципе, много игр тянет на очень высоком качестве, здесь просадки фпса есть до 45, ну, в принципе, 45 это не сильно это чувствительная вещица, да, но все-таки неприятно. Так, что-то там какое-то, смотри, чудилище нарисовано. Так, потратили мы ключ, чтобы войти в это здание. А, это магазин. Так, 14 голды, сундук. Можно убить. Так, можно за 5 голды купить ключ, а можно сундук. Ой, господи, а как... А, свечку случайно потратил, на самом деле нужно просто кликать. Так, и что там было? Я не понял, что меня напарили. Ходило в сундуке, что-то было, что я не понял, что. Возможно, опыт. Так, ну, покупка ключей, даже не знаю. Требуется ли она нам? У меня и так 3 ключа есть, я думаю, не нужно, лучше деньги оставим. В общем, что-то непонятное произошло, из сундука что-то выпало, но что конкретно, непонятно. Так что, не хватает, конечно, информативности в этом вопросе. В принципе, если бы там выпал какой-то предмет из сундука, то мне бы показали, типа, хочешь ты его подобрать или нет. Там предмет бы взял бы, появился бы. А, кстати, можно использовать спринт, я забыл. Я не знаю, что тратится на спринт, если честно. А, мана тратится на спринт. Ну во. Нормально. Зато будем быстро передвигаться. А для чего еще мана нужна, действительно? Только что в спринтить, куда мы хотим. Опа, бобик. Куда побежал? Оно, вернись. Чего-то он не испугался. Видимо, я очень страшный. Так, сердечко получиться. Так, сон-карт. Так, критом, видели? Там 38 с восклицательным знаком выскочил. Я критом попал. Все, всех. О, смотрите, вот она еще, комната закрытая. Давайте входим. Так, и здесь сундук лежит. И волки-волки. Ага. Смотрите, кольцо. Замковое какое-то кольцо. Дает нам Fortitude 89, но Resilence минус 20. Смотрите, давайте пока изучим, что мы такое взяли. Fortitude. Соответственно, дает уменьшение повреждений по нам. То есть, смотрите, сейчас мы от физических повреждений на 32% меньше получаем. Здоровье у нас не в сердечках, а в количестве. То есть, соответственно, 130 и 160. Но Resilence, Resilence, точнее говоря, да, он уменьшает магические повреждения. То есть, по сути, он меня свел к нулю все это дело. Я не знаю, можно ли как-то его... То есть, отдел и все, да. То есть, снять можно только заменить на какое-то другое кольцо. Ну, либо я не знаю, какой кнопкой это сделать. Ну, хорошо, ладно, сам. Сам додумался взять. Но я не думаю, что на первых уровнях будет очень много таких юнитов, которые будут магией бить. А от физики, по-моему, очень даже неплохо 30% иметь. Треть повреждений мы с вами поглощаем, получается. Так, продолжай наше путешествие, давай ускоримся. Так, а вот комната с боссом, кстати. Уже нашлась. Ну, давай заходим. Так, кого-то... А, сатиры какого-то нашли. Что ты здесь делаешь? Да я тут что-то там, тарапыра, ё-моё. Ну, в общем, кто хочет на паузе прочитает. И какая-то гигантская муха. Не знаю, что она будет делать. Давай, нападай. Ну, цветочек какой-то здесь выкакала. Довольно-таки прыткая. Много цветочков. Так, завяли цветочки. Ну, пока что я не нижний, что сверхъестественного. Ну, да, звездочки летают вот эти вот, но от них довольно-таки легко вернуться. А-а-а! Что это было? Я на какой-то... А, то есть на цветок нельзя наступать? Это мина. Это местная мина. Всё, понял. Ух ты, нифига себе, что это у меня попало. А, у него вот эти штуки... А у него повреждениями, что ли, обладают? Давай, нам добивать уже. Всё, замочил. Не понял, правда, что там происходило, если честно, весь бой. Я какие-то повреждения получал, непонятно откуда. Сундук. Что, опять ни с чем? Твою налево. Опять сундук ни с чем. Вот это новость, а. Раньше, по-моему, такого не было. Насколько я помню, раньше всегда в сундуке что-то было. Ну, переходим на следующий уровень тогда. Один, два, ха, говорит моя героиня. Так, я вот пытаюсь изменить положение камеры, к сожалению, никак это не получается мне сделать. Возможно, это и невозможно... Возможно, это невозможно. Так, у нас с вами семь свечек. То есть, в принципе, можем пытаться найти секретку. Правда, непонятно, как это делать. Ух ты, какой-то гоблин с мечом гигантским. Прикольные. Забавные, я бы даже сказал. Ух, какой-то нервный гоблин. Ё-моё. Беги, Витя. Слушайте, не так-то весело с ними, а. Я всех убил. Солидно. Так, какая вероятность, что здесь есть какая-то... Возможно, спрятанка есть только там, где вот такой свет. Помните, я видел там? Сверху свет шёл. А, карту надо переключить вот в этот режим. Вот, давайте попробуем. Ага, отлично, смотрите, я нашёл секретку. С ума сойти, повезло. Так. Ха, смотрите, броня теперь. Обратный эффект. Минус 21 фортитюд, зато 85 ресильницы даёт. В принципе, в сумме-то они дадут плюс довольно-таки серьёзный. Поэтому, я думаю, можно взять. То есть, двумя предметами я всё-таки получил какой-то большой, довольно-таки солидный плюс. Теперь я ещё и от магических повреждений защищён. Мой герой, кстати, тоже изменил вид. Появилась эта броня на нём. Так, куда это я? Странно, вот фпс то 60, то 140. Действительно. Так, какой-то длинный туннель. О, шаман. О, мега-лучник. Так, мне бы как-то повреждения увеличить, мне кажется, да? Чтоб вообще с одного удара всех валить. Ну, там это... Долхард выпал. Уп, ловушка, извините. В принципе, здоровье-то можно не брать, да? Так, свечка. Здоровье можно не брать пока у меня без... Ну, фулл хп. Странно, конечно, что он его поднимает. Там герой не понимает, как будто не надо его брать. Так, у нас что-то прокачалось. Давайте интеллект ещё возьмём. Будем повреждения. Ага, смотрите, там комната есть с сундуком. Сейчас мы в неё будем пролезать. Смотрите, а там что-то есть? Нет? Вот опять свет. Ой, волки. Ай, мужик. Ёшкинку, бежим. А, вот она что делает. Она отталкивает всех. В какую сторону я удивляю? Она всех отталкивает. Всё, понял. Хорошая вещица. Наконец-то я... Наконец-то меня допёрло. Что это за эффект у меня? На моей правой кнопке. Я пока, если честно, просто проверяю, возможно ли несколько секреток в одной комнате. Поэтому прожимаю. Посмотрю в туннеле. Вот сейчас сундучок. Скроем. Так. Что у нас тут есть? Сервин Гвард какой-то. Мобилити плюс 76. То есть это у нас скорость передвижения будет довольно-таки серьёзная. Давайте посмотрим. В принципе, я могу вернуться к этой броне и одеть снова. Смотрим, сколько она даёт. Плюс 13 скорости передвижения. Ну, я не думаю, что это прям такая интересная вещица. Хотя, может быть, это было бы весело. Ладно, продолжаем наше путешествие. Здорово, ребята. Ух, волки. Ух, волки, волки, волки. На. Ещё разок. Охочу, смотри. На. А, тут мы даже не отпускали его кнопку мышки-то делать. Солидно мне тут оприходовали, если честно. Чувствуется, что наезде играю уже. Большое количество всех пришли, давали. Люлей. Так, так, так. Так, так, так. Пошли дальше. Так, волчара. Видите, я стрельнул, попал, но убил обоих. Потому что у меня есть у каждого выстрела моего какой-то эффект радиуса взрыва. То есть, его можно увеличивать. Вот это Вигор, или Вайгр, я не знаю, как правильно по-английски говорить. Он как раз-таки отвечает за радиус взрыва. Так. Так. Вот всё-таки непонятно, может ли быть. Ну давайте будем исходить из того, что секретка должна быть одна. Всё-таки это как-то правильней, что ли. Так, что бы нам вкачать? Давайте посмотрим. Может быть, ещё интеллект ожахнем. 2% у нас увеличение скорости. Давайте выживание добавим. Так. Я так понимаю, здесь магазин есть. Вот эти вот синенькие сердца, походу, его устанавливают ману. У меня не особо магический какой-то, да, случился. Мимо, 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 всем мимо. Попал там не один разок. Ай. Больно. Так, вот эти вот фаерболы, я так понимаю, это магический дамаг. Так, что здесь смотрим? Да, это магазин. Смотри, какой-то золотой сундук за 36. 36. Либо обычный сундук за 10. Давайте золотой откроем. Мне очень интересно, что там. Синяя книжка. Я так понимаю, вот это вот, это качество. Это обычный предмет. У меня зелёные предметы были. А это вот... Ммм. Смотрите, пауэр плюс 130. Что это такое? Давайте посмотрим. Что дает нам пауэр? Пауэр. О, как. Увеличивает шанс, что наша основная атака пробьёт врага насквозь. Интересно, так, а что у нас? Так, ну фиг, походу, дел тот же, да? Что и раньше. Что-то мы отталкиваем как-то. А, нет. Шанс бафнуть игрока. Но, типа, тот, кто читает, типа, осторожно. Что такое файнс? Что мы... Чего мы решились? Ага, шанс крита мы решились. Ну, в принципе, ладно. Хорошо, сейчас пойдём испробуем. Возможно, нужно в сражении это применять, чтобы баф прошёл. Идём дальше. Какой туннельный уровень получился. Нет, тоже так же отталкивает. Да и какой-то баф получил. Определённо. Да, смотрите, насквозь пролетает. Прикольно. Пирсинг-шот, ребята, у меня теперь есть. Теперь бы ещё моему выстрелу... Какой-нибудь... Радиусы действия повышены, да? Ещё волшебство будет. Ну, то, что я их могу теперь гроздями валить, это прикольно. Так, 10 жизней. Чтобы открыть тот сундук, который там остался, нужно 10... Ой, 10 говорю. Девять монет, а нужно 10 монет. Так. Примежаемся, волки. Ну, чуть не попал, по-моему. Класс. Класс. Стоять, бояться. Так, есть 11 монет, кстати. Можно пойти вернуться в магазин. Посмотреть, что нам предлагают там. В том сундуке за десятку. Ну, я не думаю, что там что-то интересное будет. Всё-таки десятку стоит. Ну, вот эту книжку, которую я взял, мне кажется, очень даже неплохая. Давай. Да, в сравнение с Айзеком, конечно, перемещение с одного конца уровня в другой довольно-таки длительное время занимает. Ну, что там? Что-то непонятное, что взял опять. 10 монет просто потратил. Походу, делал пустой сундук снова. Ладно. Скажем, что так и должно быть. Так, интересно, кто же здесь будет боссом? Я чувствую, мы уже совсем рядом. Так, ну-то у нас мана. А, ты смотри, это сердечко, оно полностью ману восстанавливает. Йо-о-о. Интересно, а можно вытягивать сражение в коридор? Какой-то мне интересный вопрос появился. Так. Ну, давай. Опять ты, говорит. Это какой-то главный босс, интересно, или наоборот какой-то главный помощник? Так, давай. Ох, нифига себе, слезняк какой. Медикарту уберем. Ай! Ё-моё, не ты, гаджи, он заливает. На. Слушайте, прикольный. Нормально, вставали. так что тут у тебя свечка какая-то свет крутится так rainbow one черный что значит черный брукин сломанный странно отдает много чего интересные вещи он плодит давайте подумаем смотрите он нам дал focus да он нам дал радиус полета да радиус полета дал и он дал нам вот это как раз вегор или вайгер подав вигуром и называть что радиус взрыва мы фиг не большой принципе ну давайте ладно возьмем я не знаю конечно сколько это круто то есть до радиус намного меньше конечно чем у его предыдущего но зато этот плюс отдает много давайте попробуем с ним сходим конце концов мы же пришли сюда изучать игру так ларвуд в л 1 3 какой-то лес подсвеченный ничего интересного давайте погнали дальше так опять на китайском языке со мной говорит шарик уху мама мама очень больно бьют очень больно все бьют смысл в том что куда я стреляю туда он попадает и только вместе взрыва он бьет ё-моё вот оно что михалыч я только сейчас понял вообще смысл вот этого всего то есть смотрите я запускаю вон туда и он туда и летит а нет ну то есть насколько максимум может долететь настолько летит всего понял понял теперь действие принцип действия этого артефакта интересно кстати так верни мне карту так там торгаш с этой стороны есть нет ведь никакого прохода нет хотел свет какой-то стоит мы проверили зато хорошо что я вовремя понял как вообще все это дело работает здесь все таки может быть или не может нам мне кажется можно достаточно убегать от них и быть себя кидать шарики это все поумирают тогда получается смысл penetration вообще пропадает что мой шарик все равно не бьет когда сквозь кого-то пролетает получается так занимательно занимательно то есть тут разные синергии можно искать пытаться а 8 редко где в принципе можно в каждой комнате проверять и не париться какой-то фиолетовый сундук открываем а там ключи что ли были как-то куда-то сюда полетела фитюлька наверное ключи скорее всего так погнали дальше он уже магазин рядом у нас денег нет все таки можно сражаться до дверях слушайте тихо 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 парни 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 не надо так охренеть он жесткий смотрите какой толстый да этим можно какие-то мысли а то есть какой-то мега монстр я его завалил и снова попаду отчет не очень удобно конечно что нужно запускать куда-то вдаль кроме для меня если шаманов легко так можно убить то и вот таких именно милишников очень тяжело застать врасплох до пошли попробуем все-таки в магазин заберемся может быть денег то наберем и попал хотя вот если комбинирует смотрите вот это вот мою мега атаку и так повреждение серьезно и на науе то есть их можно собирать этих парней в одно место и заливать просто денежки еще так тотем чик все левела давайте еще интеллекта магазин в принципе у меня очень много ключей давайте зайдем в магазин чисто посмотреть что там интересного есть а здесь ничего интересного и нету а вот так вот затрали на ха ха так значит нам нужно еще найти комнату с просто сундуком ну и еще босс тихо 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 парня давай оптом танцы хвали крутой волк нехило ему досталось я более-менее до разобрался как стрелять этой штукой нужно подрассчитать как долго будет лететь ваш патрон да и принципе все же понятно становится да и сколько запулить еще кстати кристалли куда этот стреляет мой маленький хорошее сердце упал с волка на этом на этом уровне все управляемся дальше если в этой комнате конечно же хотел сказать это волки везде воют лет шаманы такой синхронный падение так мега шаман плохо что с мега монстров не падают какие-то мега предметы можно было бы что такое сделать и правда шмотки здесь падают ключи и прочее хотя у меня уже он 10 свечек но я кстати осмотрите секрет это может быть несколько на уровне вот оно что михалыч вот за ничего столько свечек сделано будем знать да ребят 2 секретка на уровне уже здесь на сколько их можно у золотой сунду так отражает выстрелы которые летят в меня что дает в принципе этот фигня которая давала мне power она сейчас бесполезно в сочетании с моим артефактам вот эта штука нам даст вигур собственно нам нужен да это же ауе давайте посмотрим сто сорок девять процентов радиус действительно побольше стал смотреть прям видно вспышка огромная resilence 45 процентов я так понимаю чем его больше становится тем меньше он плюса дает к этому всему делу так там фокус он еще давал да или что а нет фокус он чуть меньше дает ну там минус 13 это ничего по сути ну ладно давайте будем будем теперь отражать предметы вражеские туда-сюда я выстрелы вражеские будем отражать так он там непонятно что так оказывается секреток может быть несколько ну что ж хорошо нашел босса когда пойдем да пройдем наш там же еще должна быть комната с просто сундуком вероятность что он в той комнате была секретка наш просто так там не стоит хотя чтобы была секретка она она может прилегать к другой комнате не здесь нет секретки так а вот здесь мы сказать и не добрали немножко какой-то ключ лежит еще до ключ мана может быть две секретки максимум на уровне давайте попробуем на следующем уровне хотя можно и на этом везде по прожимать еще как-то я уже везде и прожал по сути получается во всех больших комнатах более-менее даже в коридоре там прожимал и к нам идут воли там и хоп там прям сусы прикольно то можно устроить место где они все умирали кладбище просто кладбище домашних животных у меня сейчас ничего не совершенно против милишников раньше если я мог и хотя бы станет там отбрасывать сейчас эффект отражение пулик но немножко не то так здесь ничего такого нет ну не фигня эффект фигня конечно но сам факт что он дает нам плюс который нам нужен поэтому я наверное оставлю хотя в принципе у нас есть шанс есть возможность еще пойти обратно вернуться и забрать ту книжку может быть я это и сделаю потому что конечно отражение хотя с этой стороны хоть комната прилегает вот к этой да но невозможно он дук что он там полетела вот сюда возможно каких-то статов дает просто интеллект например 53 стал да я вроде как бы так не качал я не могу вкачать 53 интеллекта возможно просто какие-то плюс к статам предположение давайте раз все-таки вернемся возьмем ту книжку обратно свою конечно радиус взрыв это прикольно но по сути достаточно было и того что уже был а вот эффект отбрасывания и стана мне кажется это важнее вдруг там босс милишник например вот что я буду делать давайте вернем себе штуку так ману тратить не буду надо им сделать было что когда на карте ну ты просто передвигаешься что не надо тратить ману получается я сейчас вынужден просто бежать без ускорения потому что босс рядом мне нужно ума на него я думаю ребят еще додумаются до этого так босс так часа 5 лет рогатый придет кого-то он вызывает какой-то баральт мама вот я сказал нивишников сейчас назовет все готов неплохо я его так какой то еще скипетр мигар мин 27 дексте рите 125 так шанс со спавнить фамильяра помощника когда вы убиваете врага ну стандартный такой стреляющий посох так что нам дексте рите дает атак спит байс сто шестнадцать процентов нифига сия заливаю что давайте попробуем да мы будем часто стрелять с вами у нас с вами пробив сильный все все что будет попадать к нам на напрямую выстрел будет получать огромное количество повреждений принципе будет все это выносится конечно радиус маленький совсем стал давать попробуем попробуем так так я какое-то достижение открыл окус-покус называется до скей вин сэнкчери так мы с вами попали в какое-то новое местечко вызываем карту непонятный кружок меня просто для антуражу так здесь другая музыка уже играет ух что это лк мы а блин это левелап ох блин это люстр сверху прикиньте я вообще уже смотрю какая-то фигня летящая на меня наседает а это просто люстра было это шкафы 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 так секретки никакой нет тихо вообще мистика какая-то происходит повреждения слабенькие получились у меня ох слабоглаз а блайн шрайкер а ну он просто как этот летает отражается от стенок понятно видимо если вдруг упадет то будет больно мы сказали что при убийстве врага я возможно смогу генерировать какого-то фанильяра но чё-то фанильяров не вижу пока вид непонятные лоси которые извиняюсь взрывает так секретка не найдена ай да дальше так интеллектом берем опять головы летающие много летающих голов ну главное что опыт за них дают опять эти лоси ай ай навпитывал то а так снова не нашел секретку здесь вообще не бывают о какой-то крутой что лилик смотрите толстый какой и оф ай я с ним не попала как у меня попал волей лап здесь за ливил об могли бы и хп по полностью восстановить нам нужно больше повреждений поэтому я беру именно интернет интернет напрямую зависит на что ли а вон какая-то фигня смотрите зародилась маленький черненький кристаллик какой-то тоже летает а секретонька прикольно целый мост тут организовался фиолетовый сундук открываем и там опять что-то прокачалась без моего ведома непонятно поехали дальше так у господи боже мой ты меня напугала мать теперь с двух ударов убиваю эту голову открыт зашел как они тут орут а адски какая-то удивлю это уникальная голова с голдой я не знаю возможно здесь какие то есть признаки наличие секретки но я к сожалению их не знаю поэтому использую прямо один за одним эти кристаллы свечки так называемые может быть и зря так магазин так сердце так какая-то бронь к эти минус 61 файл фортит ю дает ну это шанс крита в принципе не пофиг бег дает да наверное нет наверное нет скорее нет чем да то что так у меня и так и так то есть там зависимость явно не ринейд то есть чем больше у меня становится какой-то защиты тем меньше процент тем меньше прирост процентов то есть особого смысла заморачиваться даже не знаю лучше и то и другое иметь по 30 процентов да чем одно 32 а второе 20 утрирую конечно но суть я думаю передал я не помню я использовал свечку какого ты чё тебя сквозь ворот пролетела у какие-то черти новые тихо 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 жизнь какая-то голова там смотрите с желтой летает в эту крутая комната слушать офигеть какой-то этот пилон который очень сильно бьет очень сильно и очень больно какова вероятность наличия вот эти не мелкие то у меня появляются между два черненьких кристаллика есть секретка может быть наличие секретки можно вот проверять вот по количеству стены огня создает прикиньте так дикстерить это что у нас так спит в минус восемьдесят девять процентов я бы не сказал что я как-то медленно стреляю так что он еще фокус поднимает радиус то есть я могу куда угодно запинтюрить да ну это в принципе радиус действия стены блин интересно давайте пойдем испытаем оу не слушайте это не вариант не ребят это не вариант слишком уж слабо так добавим интеллекта погнали дальше на интересно это считается читом что я вот так вот делаю я просто ребят завалил даже не зайдя в комнату мама я принял я впитал я голова она провела сяшу убью где голова то ну конечно по движущейся цели вот эти вот юниты так называемые но эти помощники вообще очень плохо бьют так сундук какое-то кольцо снижает вилл пауэр но дает файнс ну если честно почти ничего не дает да давай посмотришь такой вилл пауэр ооо снижает повреждение нифига себе не ребят какое кольцо нам не надо кольцо которое снижает повреждение ха 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 но оно сломанное возможно его можно как-то починить просто я не знаю как получается все босс нашел только две секретки возможно я где-то забыл опять прожать пробел ну и ладно что смотрим кто здесь у нас ой какие-то две собаки альфа и оммега и чуть-чуть быстро убиваю и все у какая дырка смотрите вниз куда-то да слабовато так вот красненькая полетела виталити увеличился ага понятно да вот такая вот ребят загогулина ну что ж я думаю что того чтобы понять насколько интересна вам эта игра мне кажется достаточно я вам показал если да то хорошо если нет напишите в комментарии кричите Витя продолжи пожалуйста мы хотим увидеть продолжение что будет дальше обязательно пишите ставьте лайки кстати лайки голосуйте в любом случае надеюсь вам понравился это обзор в описании ссылочка на плейлист будет обзор для начала а если вдруг задумаете сказать мне пройди дальше не знаю можно ли здесь записаться скорее всего можно это было бы глупо не записываться потому что я уже играю почти час и дошел только до уровня 2.2 всем позитив ребята всем удачи всем счастливо до встречи в других видео пока пока удачи